Сегодня же я решил с вами пообщаться на тему Сколько же нужно тренироваться? Сколько же отдыхать между тренировками тем ребятам, кто занимается натурально? В принципе, в идеале отдыхать два дня. Вместе мы занимаемся по два дня отдыха между тренировками, потом в полмесяца мы занимаемся чаще. И сколько же может заниматься человек на допинге, бодибилдинге? Сколько раз в неделю? Ну, с условием того, что применение допинга улучшает наши возможности и скорость регенерации примерно в два раза, то и заниматься мы можем в два раза чаще. Я уже возьму в антенре по 20, буду делать махи и мне не больно. Я как раз в отпуске не мог спать. У вас его даже не видно, у него тут костяшка. Смотрите, выросла новая. Со стороны ее нет. Восстановление это очень важно. Это огромный аспект нашего тренировочного процесса, который не стоит своей стороной. Привет! Знакомая местечка. Это Powerhouse, город Екатеринбург. Тот, кто провел семинар, забыл камеру в номере, но я за ней заехал. И вот тренировочка. Вы не поверите, но сегодня у меня опять дельты. А дельты я тут уже снимал в Powerhouse, все было. Можете полистать, канал найти, кстати. Отличная тренировка, когда получилось. Сегодня же я решил с вами пообщаться на тему, которая в инстаграме был у меня пост. Собрала много комментариев, много вопросов в личку. И поэтому решил с вами поделиться о том, сколько же нужно тренироваться. Огромное количество об этом есть разговоров, мыслей, рекомендаций. Ну что, будем сегодня вместе разбираться. Ну что, давайте начнем. Сколько же отдыхать между тренировками и тем ребятам, кто занимается натурально? В принципе, в идеале отдыхать два дня. И тут сразу возникает взрыв, казус. Ведь как? Ведь надо заниматься в понедельник, среду и пятницу. И в неделе всего 7 дней. И возможно, это ошибка номер один, когда вы привязываете свой сплит непосредственно к 7-дневной неделе. С чего вы решили, что 7 дней в неделю являются каким-то определяющим фактором для построения вашей тренировочной программы? Действительно, для большинства людей именно два дня между тренировками будут наиболее удачным временем отдыха. И если мы вернемся к вашей любимой схеме, понедельник, тогда пятница, вы заметите, что именно ноги тренируют по пятнице. А почему? Потому что эта группа мышечная наиболее, так скажем, утомительная, она больше всего у вас силы и энергии забирают. И именно после ног вы все-таки оставляете себе, потому что ваш организм довольно-таки умный, и вы не дураки, вы оставляете себе два дня отдыха. Так вот именно, в принципе, тренировка груди, спины, это не менее тяжелые тренировки, тем более мы совмещаем их с другими мышечными группами, и два дня отдыха были бы для вас идеальны. Но с другой стороны, я вас понимаю прекрасно, ведь хочется заниматься чаще. И сам я так делал, и сам я это люблю, и сейчас, ну, понятное дело, что тут не все натурально, вы понимаете, о чем я. И не все только на протеинах, хотя протеинов вам не очень много в БЦАшках, но и всяких масляных протеинов хватает. Да, спортсмены на допинге могут заниматься чаще, но к этому я вернусь чуть позже. А теперь опять вернемся к ребятам, которые все-таки на белой стороне силы и хочут заниматься регулярнее, больше ходить в зал. Ребят, во-первых, ничто вам не помешает, ну, кроме вашего абонемента, это посещать зал чаще. Вы можете делать кардио в день отдыха, растяжку, приходить на плавание, на какие-то, не знаю, там, игровые виды спорта. Это только даст вам плюс, но для насиловая нагрузка лучше два дня давать отдыха. Можно ли тренироваться чаще? Да, можно. Если вы одарены генетически, это раз. Если у вас тренировки будут строиться, например, у вас нет спорта, пауэрлифтинг, и у вас будут тренировки тяжелые, разгрузочные, поддерживающие. Тогда да, ваш тренировочный спирт может быть построен по-другому, но я себе беру в разрез стандартного любителя, тренирующегося арнентурашку, у которого нету большого объема времени лишнего на тренировке, но он хочет достигнуть результата, да, и занимать трижды в неделю. У меня сейчас подход, буквально через, ну, две минуты я вернусь. Кто вернулся, я вернусь. Остановились мы на том, что хочет тренироваться чаще. И да, я вполне могу согласиться, что тренироваться можно чаще. Сейчас я поправлю камеру, падает немножко. Я такой сногсшибательный, что даже камера падает. Тенироваться? Да, можно чаще. К примеру, давайте рассмотрим такой вариант, что мы три своих микроцикла, в микроцикл мы объединяем наши тренировки на все тело, которые имеют заключение. То есть у нас, грубо говоря, грудь-бицепс, спина-трицепс, ноги-плечи. Это наш микроцикл. Третьих микроцикл мы выполняем, давая организму отдых по два дня между тренировками. Следующие микроциклы, объединенный в микроцикл, например, два таких мы даем себе по плиту, например, в понедельник-стояпять, когда у нас два, две тренировки между собой имеют один день отдыха. Еще одна тренировка имеет после ног два дня отдыха, к примеру. Тем самым мы имеем, то есть три, ну, грубо говоря, в месяц мы занимаемся по два дня отдыха между тренировками, потом полмесяца мы занимаемся чаще. Да, это будет топ-нагрузка на ваше тело, на ваше, так скажем, на ваше восстановление, но она будет дозированная. Это повысится ваша общая интенсивность в течение этих двух недель. Вы сможете заниматься чаще, собственно, то, что является в определенной степени вашим пожеланием. Всего этого, в любом случае, в любом случае мы из всего этого делаем вывод, что тренируясь натурально, вам требуется достаточное время отдыха для полноценного восстановления. Фу, не взял свою банку предтренера, рейджа, то, что какой-то хелсинер выпил промок типа андеграунд, еще выпил шот чешского какого-то бренда энергетика. По ощущениям, будто бы не пил ничего. Но тут глаза сумасшедшие от кофеина. По эффекту, может, просто я устал и не почувствую, не буду говорить плохо, а лучше отправлюсь делать следующее упражнение, и мы перейдем на темную сторону силы и все-таки обсудим, сколько же может выдержать химик этот, этот нечестный, безвольный слабак на анаболиках. Сколько же он может заниматься? Ну, конечно, данные все в целом общие, по бане, так скажем. Но поделюсь с вами своими мыслями на этот повод. И сколько же может заниматься человек на допинге бодибилдингом? Сколько раз в неделю? Ну, условием того, что грубо, очень грубо говоря, применение допинга улучшает наши возможности, скорость регенерации примерно в два раза, то и заниматься мы можем в два раза чаще. Это значит, что, в принципе, шесть тренировок в неделю, когда сплит нас разбит полностью, отдельно все мышечные группы, мы можем вывести эту нагрузку. Конечно, тут дело не только, в любом случае, будет не в применении препаратов, тут и полноценное питание, обязательно, которое несет гораздо выше. Ценность для вас – это нормальный режим отдыха, без которого просто невозможно будет достигнуть говоримого результата. Но все равно, да, те, кто находится на темной стороне силы, могут тренироваться очень часто. И, мало того, периодически, хотя я сам тоже не использовал, но я в целом вижу возможность применения такой методики. Я думаю, на ком-то, если бы я ее опробую. Это даже периодические тренировки дважды в день, когда тренировки делятся одна на силовой режим, вторая тренировка на объемно-интенсивный цикл. Думаю, при достаточном питании эта методика может дать хороший толчок к росту и развитию атлета. Конечно, ни в коем случае нельзя использовать такой реально радикальный принцип повышения интенсивности, а на регулярной основе. Это будет не здорово. Как строить сплит человек, который тренируется? По главу угла мы должны определить цель. Непосредственно цель того, зачем мы занимаемся. Это развитие силы, это набор массы, либо муличной массы, это сброс избытков лишнего веса. Каждая тренировочных задач определяет тип нагрузок, тип выполнения, построение тренировочной программы, построение режима питания, кардио, отдыха. Без этого нам никуда не держится. Поэтому всегда, конечно же, всегда в первом этапе вы должны поставить свою цель, определить ее, понять. или, может, вы занимаетесь просто для здоровья. Это может быть, и это довольно-таки даже умное решение, на мой взгляд, вы будете просто тренироваться для здоровья. Но, вернемся. Как строить программу? Если задача сила, то вы отталкиваетесь от этого. А если задача, так скажем, ваше тело, ваше тело, ваши пропорции, то в первую очередь вы должны ставить те группы, которые, а, формируют ваше, так скажем, визуальное восприятие, и, ваше, это, конечно, мышечные группы отстающие. Отстающие мышечные группы, нужно тренировать, не забивать на них, потому что даже с процент прогресса, по сути, вы не будете становиться, ну, лучше визуально. Наверное, это для вас не здорово. Ну, ладно, тренироваться, это все здорово. Как же нам восстанавливаться? Для этого у нас есть, естественно, сон. Это понятно. Ядра, это понятно. Но ведь еще есть прям огромный пласт, невероятно ценный, полезный и важный. Это спортивные добавки. Супает на что? Белок мы можем забирать с протеина дополнительно. Это и облегчает нам работу ЖКТ. Это тоже отдых. Это разгрузка ваших систем. Позволяет набрать нам нормы белка, причем именно максимально качественного. Чтобы вы понимали, степень качественности хорошего протеина, сыворотки там или изолято, по сравнению с качеством курицы из магазина, это небо и земля. Я просто себе заказываю иду с фермерских хозяйств. Чтобы вы тоже, ну, так понимали. Рыбу я покупаю в специализированных магазинах рыбных. Что же для восстановления? Давайте, ну, понятно. Цитрулин волшебно, креатин волшебно. Все это вместе волшебно. Аргинин с цитрулином вместе. Супер. На ночь Агматин. Да. Прикшественник аргинина, да, но у него очень сцитативное действие. Будете лучше спать, отдыхать, восстанавливаться. Глютамин. Да. БЦАшки. Однозначно. Обогащаемый рацион настолько, насколько нам позволяют средства. И особенность касается ребят постарше. Если вам 30+, ребят, то есть вы уже, как я, пенсионер, по сути, то, конечно, да, нужно БЦА. Если вы еще молод, юн, свеж, силен, как бык, обойтись, может, обычной сывороткой, там БЦА тоже много. Интересный есть продукт Биметил. Биметил в России продавался по торговым названиям. Метапрод. Можно поискать, возможно, еще продается. Потрясающая штука. Можно почитать просто, ну, в интернете описание, не буду тратить время. Отличный препарат. Стоил дешево. Я его лично пробовал. Он реально работает. Это... Он работает очень круто. В данный момент хочу его себе заказать. Он есть прям коробку. И спортсменам раздам, нашим генетика. Боюсь. Это крутая штука. Мне нравится. Конечно, хочу поиспытывать максимум на роботе. Халиулин и еще раз. Ну, мне на Олимпию мало вероятно попасть. Но с ним-то скатаемся. На своем танке. Ну, это ладно. Дальше. Потом. Милдернат. Да. Всевозможная глипоэлевая кислота. Да. Альпийковая кислота. Суставные комплексы, чтобы организм не тратил силы на лечение воспалительных процессов на защиту ваших суставов, связок. Да. Обязательно. Хотя пол порции. Ребята, качаю сейчас плечи. Поверьте, мой хирург не понимает, что я вообще могу дельфу качать. Он говорит, что это невозможно с моим отротом плеча. Спасибо, Elasty Joint. Спасибо, Genetic Lab. Потому что я тренируюсь. Сейчас я уже возьму гантели под вас. Буду делать махи. И мне не больно. Я забыл взять в отпуск Elasty Joint. Я в конце отпуска не мог спать. Я не могу дотронуться. Вот так вот. Вот так вот. Лопнуть я не мог. У меня часто. У вас его даже не видно. У меня тут костяшка. Видите, выросла новая. Со стороны или нет. Это потом отдельный ролик будет. С хирургом пообщаемся. Он вам расскажет, что это фигня. И, конечно же, восстановительные процедуры. Ребята, восстановительные процедуры. Такие как массаж, сауна, теплая горячая ванна. В идеале с магниевой солью. Либо английская соль называется. Да и хотя бы морская, короче, или с мертвого моря вам подойдет. Восстановление это очень важно. Это огромный аспект нашего тренировочного процесса. Который не стоит моей стороной. Сегодня мы с вами разобрались в том, сколько же может тренироваться натурал. Сколько может тренироваться химик. Надеюсь, вам было полезно. Немножко интересно. Поставьте лайк. Если вы только пришли в зал, вы новичок. Особенно мне будут важны ваши комментарии. В каждом видео важны комментарии моих постоянных зрителей, друзья. Я радуюсь каждому. Мне это важно, это ценно, это нужно. Но если вы новичок, то напишите. Если у вас какие-нибудь вопросы. Про что стоит рассказать. Как страшен креатин. Сколько тренироваться. Что делать и как быть. Как все-таки накачать эти пресловутые мышцы. С вами был я, Руслан Халецкий. Всех обнял. Некоторых поднял, кто-нибудь тяжелый. Всем пока. Такой мини-паскриптум. Что я вообще делал сегодня на тренировке. У меня первым упражнением была тяга к колбу разминочная. Потом прибавлял в глисте. После этого махи в стороны. Много. Потом я сделал опять тягу к колбу. И мы сейчас жим стоя штанги. Смотрите, как смит. Он, видите, под наклоном. То есть я выжимаю руки не с собой. Чуть вперед. Это тоже. Так что своеобразная, интересная механика движения. Можно выполнять. И в плане потом в конце еще раз. Задняя дельта с большими весами. Так же тяга к колбу. Я такой. Что было по тренировочке сегодня? Так забили с плечи. Даже камеру. Камеру держать. Выкиньте, долго. В одной руке не могу. Все. Сейчас подходим к следующей снимке. Можно сфокусироваться для начала камеры. Ё-моё, ну что ты. Можно обратить внимание, что я стараюсь не прогибать поясницу. Сильно лордоз. Держу спину прямо. Устал. Короче, так надо. Так лучше.